Ну, вы скажете, когда? Конечно! Александр Афанасьевич Репкин тщательно готовится к очередной операции, на этот раз на позвоночнике. Коллеги и пациенты давно нарекли его руки золотыми, ведь на счету медика несметное количество спасенных жизней. А начиналось все в 60-х годах прошлого века с должности терапевта в одной из районных больниц края. В 1970-м Репкин перешел на службу в Краевую больницу скорой медицинской помощи. Тогда и решил углубиться в сферу нейрохирургии, встав у истоков организации отделения, которое сегодня является самым крупным в Крае. Ну, я бы сказал, что это нормально, да? Ну, человек, который перенес эту операцию, которую мы делаем на четвертый день. Несмотря на то, что Александр Афанасьевич старейший практикующий врач, он ежедневно в среднем проводит по три операции. Тяжело и морально, и физически. Но это нисколько не убавляет желания работать, ведь главное – помочь пациенту. Поступают тяжелые больные, иногда травма бывает несовместима с жизнью, к сожалению. Поступают и такие больные, и мы вынуждены оперировать, делать репанацию черепа, пытаться сохранить им хотя бы здоровье, жизнь. В свой опыт и свои знания Александр Репкин старается передать молодому поколению врачей. Добавляет, главное – не бояться. Ведь не секрет, что операции на головном мозге или позвоночнике являются самыми сложными. Одно неверное движение – и больной может погибнуть, либо остаться инвалидом. Поэтому врач обязан регулярно повышать свою квалификацию, перенимать опыт и практиковаться. В свои почти 80 Александр Репкин не спешит уходить на пенсию, еще полон сил. Говорит, никаких особых секретов сохранения молодости нет. Главное – любить своих близких и делать зарядку по утрам. Именно такие простые вещи, по его мнению, наполняют жизнь смыслом и желанием работать во благо. Анастасия Бертенева, Павел Лауренин. Наши новости.